Информация о подпольном цехе по сборке вертолетов в Кривлянском районе дошла до президента. Игорь Дедон утверждает, что незаконные действия владельцев «Ангара» надо тщательно проанализировать. Но судить их строго не стоит. По его словам, нельзя не отметить профессионализм специалистов, которые занимались сборкой летательных аппаратов. По словам нелегальных конструкторов, они работали только над макетами вертолетов, которые шли на экспорт. Игорь Дедон утверждал, что «Ангара» надо дать им адресу, которые хотят, чтобы мы собираемся, чтобы нашли работа. Аппарат, это идея. Я понимал, что у нас вступил в закон. Илегально здесь нужно быть penalизированы, они будут будут, но я хочу, чтобы не было органированных дурных. Но это не идея, потому что боицы, одеверно, очень таланты. Может быть, это возможно, чтобы мы собираемся в активизировании. Не думаю, что РП Молдова будет потерять, если будет у страны производства электроптеры. Напомним, 30 июня правоохранительные органы в Креулянском районе обнаружили незаконное производство вертолетов. Их собирали при отсутствии необходимых разрешений и документов о происхождении используемых деталей и оборудования. Большинство работников были из левобережья Днестра. Вскоре после задержания нелегальных конструкторов прокуроры пришли к выводу, что пятеро из них не совершили никаких правонарушений. Их освободили и присвоили статус свидетелей. Затем из последствия освободили еще двоих. Сейчас следователи сосредоточились на незаконных действиях еще троих человек, но при этом подчеркивают, что сделано это с целью расследования в отношении действий, а не людей.